Доброе утро, мои дорогие! Всем привет! Смотрим, как у нас качество работает. Передача, вроде все нормально, отлично. Так, смотрим, смотрим. Вроде все нормально. Вот. Я, видите, я каждый день, каждое утро молюсь богам, богам, богам интернета и ангелам интернета. Вот они иногда дают мне хорошее... Иногда это действует, иногда нет. Но так всегда, так сказать. Я надеюсь, что я их приручу со временем. Вот так вот уехать на много километров от города. Да, с интернетом. Ну ничего, ребят, хорошее качество у нас сегодня, по-моему. Я вас приветствую, мои дорогие, доброе утро. Серебряный чай. У нас, мы с вами продолжаем нашу важную тему. Сегодня бег, как метафора жизни. Точки над и по сахару 197. Бег, как метафора жизни. Краткосрочное планирование и отказ о многозадачности для лучших результатов. Многозадачность. Что это такое? Многозадачность. Это, слушайте, девочки, это то, что нам, мужчинам, говорили всегда, что женщины, они лучше, у них много, они могут делать то, что называется multitasking. То есть они могут, вот эта вот многозадачность, они реально поняли. Девочки, вот то, что вы меня сейчас слушаете. Рейхан, Светлана, Мария, Елена, Ирена, Ирина. Девочки, все, вы, наверное, это знаете, вам всегда говорили, что вы, наверное, гордились этим всегда, что вот женщины, они многозадачность, multitasking, это то, что они реально могут. Вот мужчины не могут, а женщины могут. Девочки мои дорогие, многозадачность – это страшная штука. Это та штука, которая делает нас больными. Это совершенно конкретно. Почему? Потому что при многозадачности вы не можете отдохнуть. При многозадачности. Если вы привыкли к многозадачности, то у вас таким образом думает ваше тело, ваш мозг. Они таким образом все время находятся в состоянии напряжения. И вот это вот, от этого надо отучаться. Это вот коротко. И нужно понимать, что у каждой тренировки, как бы, мы сейчас говорим о беге, да, у каждой тренировки есть своя цель. И если в одно какое-то занятие включить все аспекты, ну, у нас есть такие занятия, то, конечно же, это можно сделать, этого можно научиться. Но количество таких аспектов, например, движения, дыхания, да, оно должно быть ограничено. Если мы скажем, что нам нужно будет вот фокус иметь, вот у меня часто так бывает, что вот люди, те, которые работают на моих программах, они очень часто, вы знаете, женщины, 95-96% женщин, и женщины, которые реально умеют планировать, это руководители проектов, очень часто там профессионалы. А если даже домохозяйки, то такие домохозяйки, которые, ну, реально умеют планировать, умеют все успевать. Так вот, они часто мне говорят, вот, Миша, вот я вот сейчас делаю там, занимаюсь, этим самым, делаю фролова, аппарат фролова. Вот я вот сейчас туда добавила там 30 миллилитров, потому что мне 20, мне не подходит 20 с самого начала, потому что я чувствую, что вот, я говорю, нет, это ничем больше, тем лучше. Пожалуйста, остановитесь на 20, вам нужно делать фролова, аппарат фролова на расслаблении. Это у меня на моем, в моей программе по онкологии. И после этого она спрашивает, да, ну хорошо, ну ладно, я попробую. Ну мне здесь нужно, я вот сейчас, мне нужно понять, а вот я когда делаю фролова, мне можно одновременно стоять и делать вот это вот на доске, на балансировочной доске? Я говорю, нет, вы меня извините, но вам нужно хорошо делать фролова, вам нужно, это очень-очень важно, сконцентрироваться на этом, чтобы, естественно, чтобы у вас, чтобы у вас хорошо получалось, вам помогло, помог этот прибор, вам нужно, не на качестве, не на количество, не на совмещение различных, все успеть, но нужно это сделать качественно. Вот такие вот вещи, даже смешно, представьте себе, вот человек одновременно делает фролова и одновременно старается балансировать на балансировочной доске. или там ходить, или что-то делать, ну, ходить я еще понимаю, но для фокуса на балансировочной доске нужно реально, чтобы у вас была какая-то отдача, нужно полный фокус. То есть, вот такие вот вещи, это вот, извините меня, девочки дорогие, это женское, я это вижу, что во всяком случае на моих программах вот такие вы, мои дорогие девочки, вы вот таким образом функционируете. И это ужасная штука, почему это ужасная штука, потому что это людей серьезно, совершенно, просто, ну, убивает. Если не убивает, то во всяком случае это делает людей больными, это делает вас больными. Нужно обязательно отойти, отказаться от многозаданий, если вы хотите лучших результатов. В теннисе то же самое. Я когда в теннисе работаю, над теннисом уже, вы знаете, я без ума от тенниса, уже, ну, лет 25, я 20-25 работаю очень серьезно с этим. Я всегда тренирую, какая-то, у меня какая-то отдельная, вот я тренируюсь, и фокус может быть только в одной, на одной вещи, на одной вещи. Вот если я что-то хочу изменить в моей технике, фокус только на одной вещи. Если я распыляюсь, то я не достигаю роста в том, что я занимаюсь. Вот. И бег, это очень может помочь осознать. Вот. Поэтому, научитесь концентрироваться на одной задаче и работать, не отвлекаясь на другие дела. Это очень важно, ребята, когда вы что-то делаете. таким образом, то есть, после того, как выполняете одну задачу, переключайтесь на следующую. Я таким образом работаю. Я, как бы, ставлю себе, у меня какие-то есть вещи, которые мне нужно сделать в течение дня, и я пытаюсь не отвлекаться на другие. И таким образом мы работали вот с Карстеном, с моим другом и соратником, и партнером в течение последних восьми лет. Мы говорили о том, что очень важно пройти смену парадигмы от целенаправленной работы на работу, направленную на процесс. И вот таким образом мы начинали восемь лет назад мы делали вот эти видео в Flow Talks. То есть, мы говорили о потоке. И, конечно же, это исходило от меня в большом смысле, но и он это понимал тоже, потому что он находился в стрессе очень-очень долгое время в своей работе журналистом в газете в 30-30-30 лет, 35 лет он работал журналистом, огромный стресс, и все время бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом-бом. И ему это очень нравилось. А у меня, так сказать, я хоть и инженер, но я инженер такой музыкальный. Я к тому времени, когда мы встретились, у меня уже была музыкальная школа, для которой я обучал и детей, и взрослых, и стариков переходу именно на работе с персональным развитием и переходу на вот этот вот такой гибкий, естественный процесс. Вот, таким образом мы работали с самого начала, 8 лет, и вот сейчас таким образом мы продолжаем работать. Хотя сейчас, конечно, планирование нужно немножечко больше, потому что очень много работы, задач. Есть такая, вы знаете, система Kaizen, это как бы вот эти вот спринты, спринты, в бизнесе, есть такие принципы, они называются принципы agile, как бы крупные цели дробятся на мелкие задачи, и выделяем приоритетные дела, какие-то каждый день, и начинаем работу с них, пока мог мозг свежий. Главное не зарыться в рутину, задавать себе вопрос, ведет ли меня это какое-то приоритетное действие в том направлении, к тем видениям, которые я вижу, может быть, даже каким-то краткосрочным целям, потому что такие у нас задачи есть, конечно же, каждый день. И вот таким образом, ребята, нужно работать. И бег это реально, совершенно метафора жизни, потому что в беге можно делать только фокусироваться на одном. И если можно еще, конечно, добавить, кто-то бегает с музыкой, кто-то бегает, слушает электронные книги, ну, возможно. Но тогда я считаю, что нужно понять, мы многофункционально не работаем, ребята. Это очень-очень важно. нужно понять, что если вы хотите бегать и слушать электронную книгу, то качество понимания, может быть, вот этой вот книги у вас такого хорошего не будет, какой будет, если вы... Ну, хотя нет, ну, мне могут возразить, конечно, но я люблю, так сказать, хотя я, когда еду, езжу на машине, это автоматическая какая-то вещь, да, я часто слушаю электронные книги. Но в беге для меня немножко другое, потому что бег для меня включает уже какие-то важные аспекты, например, структура. Вы знаете, у нас есть протокол, такой, пятиступенчатая ракета, по которой мы все работаем на программе, и здесь структура сначала. Для того, чтобы была структура, нужен фокус, ребят. И когда у вас фокус устанавливается, положение различных частей тела по отношению к земле, как вы смотрите, как вы держите голову, потом идет расслабление. Расслабление, это тоже нужен фокус для расслабления, просто так это нельзя делать. Если вы серьезно подходите к своему здоровью, если вы хотите, чтобы бег для вас был целебным, то на это нужен фокус, ребят. Для дыхания нужен фокус, еще какой, ребят. Это очень серьезно. Для того, чтобы понять, отойти от многозадачности, нужно также понять, что та задача, то видение, которое у вас есть, оно очень важное. Его нельзя делить на многие-многие вещи, чтобы просто поставить галочку, чтобы у вас было для себя, чтобы сказать, а, вот я успел вот это, вот это, вот это. Но как успел, это же важно. Здесь же важно качество. А если вы будете разделять, если вы будете, если вы будете бежать и не иметь фокус на структуре вашего бега, вот мы говорили про каденс, да, мы говорили про отношение вот именно скорости к количеству шагов, это называется каденс, да, к задействию различных групп мускулов, вчера мы говорили об этом, да, на нашем утреннем лайве, тогда у вас не будет действовать это, тогда вам просто это надоест. А здесь нужно научиться это любить, нужно научиться любить то, что вы делаете, входить в какие-то аспекты этого, вот как с бегом, с бегом, да, структура, каденс, расслабление, дыхание, и после этого можно даже тренировать точку фокуса, если вы так можете расслабиться, что у вас будет тряска живота, все время вы сможете зациклиться на этой тряской живота, и тогда вы сможете реально сдвинуть работу иммунитета, сдвинуть лимфатическую систему, если вы сможете это сделать правильно, поэтому в этом смысле бег это метафора жизни, потому что если вы будете реально фокусироваться на каких-то определенных составляющих, уже этого процесса, не еще какая-то вещь, вот берем еще добавим книгу, вот я вот хочу прочитать вот эту вот книгу за неделю бега, прослушать, не, ну ребята, такого качества не будет просто, это должны понять, здесь важно понять, что для вас важнее, я считаю, что движение, почему бег это метафора жизни, вообще тема этой недели, потому что бег это движение, движение это жизнь, ребята, это очень просто, у меня многие люди говорят, вот задают вопросы на программе, вот только вот есть такие, девочки мои дорогие, есть такие, среди вас задают вопросы только про еду, только про еду, а потом такие-таки-то, такие-то симптомы, как бы не уходят, я говорю, девочки, а как же, ну на моей интенсивной программе по-другому, я людей проверяю каждый день, а вот это сделать а вот это сделали а вот это как тренировка и так далее так далее здесь как бы у меня на всех я не успеваю поэтому на метаболической программе это ваша ответственность вы должны это спрашивать это же очень важно понять а нет никакого движения ну немножечко погуляем там слегка нет ребята если вы хотите выздоравливать вам нужно умеренное движение умеренно это не значит очень медленно вам нужна тренировка какая-то собственным весом вам нужно тренировка с поднятием тяжести каких-то все это очень очень важно мы пойти нам нужно возвратиться к понятию жизни которая обусловлена нашим эволюционным путем а нашим эволюционным путем мы стали превратились в тех кто мы есть гомо сапиенс сапиенс в результате движения в результате активности в результате как в пассивности мы бы не не за вы не получили такого мозга мы бы не поняли как лучше охотиться за зверями мы мы бы не начали делать какие-то стратегии и тактики охоты и так далее так далее понимать как лучше поддержать огонь ну и делать какие-то средства орудия труда орудия работы и так далее так далее это все нас развило этот процесс нас развил поэтому почему бег метафоры жизни потому что бег это движение движение это жизнь для нашего рода гомо сапиенс сапиенс поэтому я с вами провожу вот все вот эти вот каждый день каждый день понедельник вторник среда четверг ну в пятницу я отдыхаю я с вами провожу все вот эти вот утренние разговоры потому что что это такое промывка мозгов ребята промывка мозгов промывание мозгов очень важно каждый день потому что и вы знаете как я я говорю всегда я говорю и питание и отдыхание и а движение и об иммунитете и а ментальный нашей стране и о процессе все вот эти аспекты 65 пятиконечная звезда плюс процесс в середине это и есть мой протокол сахарова потому что я считаю что это самые важные вещи которые есть в нашей жизни их надо если мы хотим жить здоровой и полной жизни полной жизни получать от нее удовольствие давать удовольствие другим то нам нужно обратить внимание на все эти аспекты это и есть мультифакторный подход это и есть интегративный подход к преодолению к реверсированию болезни к нормализации так сказать нашей физиологии и получению радости от этой жизни просто удовольствие каких-то маленьких нет ребята удовольствие радость это разные вещи именно к получению радости от этой жизни вот мои дорогие сегодняшняя промывка мозгов на этом закончена я всегда стараюсь уложиться в 20 минут потому что через 20 минут у меня начинается для английской группы всегда эфир мне нужно тоже подготовиться вот мои дорогие такие дела сегодня у нас среда завтра у нас четверг последний наш эфир в серии бег как метафора жизни завтра у нас с вами четверг у нас этот день наших встреч на зуме нашей нашего круга общения я буду очень очень рад вас видеть завтра всех у меня на зуме я купил абонемент который не дает возможность чтобы девочки вы мои дорогие и мальчики тоже те которые захотят хотя вас меньшинство присоединились и мы чтобы мы друг другом разговаривали видели то есть это настоящее общение у меня там на 100 человек я купил абонемент то есть одновременно 100 человек может присоединяться это моя мечта чтобы увидеть так много ваших хороших приятных улыбающихся физиогномий так что такие вот его всех крепко обнимаю приступаем к нашему дню он нам уже улыбается посмотрите на себя в зеркало и увидите как он вам уже улыбается всего доброго мои дорогие целую обнимаю